в общем друзья всем привет папка привет у нас попытка номер два пойти поесть пиццу опять туда же и буквально уже начинается дождь но ничего сейчас где они а вон они сидят хочу показать вам этих черепах не он стоит сидит смотрите опять на вот как только мы не соберемся нам не везет погоды на 100 такое три стуки голуби фермисты она одноклассная а посмотри как это залезло и голову вытащили конечности вытаскивают и замирают ну пойдем за пиццей пока мы это не залило нас дождем но мы опять жале зонтик тут не стать очень много для детей вот смотрите всякие такие лазить как это правильно называется вот это вот все для для детей вот видели закрытые до чтобы не упасть а там есть такие более серьезные здесь да это наверное для маленьких а там есть для более взрослых но со всеми этими мерами безопасности вот сюда панфилов притащить с детьми панфиловы конечно у меня на меня забили и бросили меня по секрету вам скажу друзья все в работе народу много все равно посмотрите мальчишка маленький ползет молодец в общем ребят даже птицы бегут все бегут под под навес начался сильный дождь вот такой сильный тоже не надо идти сейчас подождем кофе попьем пока когда нас чуть-чуть помочил сейчас у нас и зонтик побольше у нас сегодня кофе с машинал ой кофе какао такие вот как будто бы не знаю как это назвать но я думаю что многие у нас что это такое похоже на зефир и традиционная 4 сыра давай я туда вот развернем вот так вот давай в общем если думаете что нас это остановило то вы ошибаетесь мы пошли смотреть уток черепашек посмотрели здесь такое я тоже здесь уже снимал когда-то видео прям такое болото можно сказать может не болото но так вот даже не речка нет это так и называется болото какое-то я не помню название попара кажется суда и не мокнут почему-то с них видишь как-то голову даже опускают вовнутрь и сухие а это вот интимный такой вот знаешь жертв с них все сходит все с руками сходит в общем мы уже дома я вышел на балкончик такой подъездный покурить дождь не прекращается вроде бы сначала сильный потом затих а потом все равно такое затянуло надолго походу кстати у родителей очень хороший вид из окна здесь у них окна здесь справа на пруд на психбольницу кстати очень древняя там какого-то 1930 года городская баня там митина господи надвигается ураган не представляете какой ветер надеюсь меня слышно тошенька сыночек ты где тебя сейчас снесет вот эти вот такие вот летние знаете когда гроза гром дождь ураган обожаю просто если что будет серьезно я вам конечно подсниму товарищи с днем блогера телеграм канале уже поздравил подписывайте ссылочка всегда в описании ну и здесь я вас тоже поздравляем и уже написал в телеграме что это наш общий праздник потому что не было бы вас не было бы меня то что прям чувствует нашу машину и уже возле нее стоит да тоже пошли вот чем у меня тошка точно приучен так это к машине только к ней подхожу он прям открывает переднюю дверь все он запрыгивает к себе на место да пойдем касатик слушайте сейчас или мне кажется или бедная собака потерялась с ошейником вот из магазина красного и белого выбежал два раза туда уже забегала по сторонам бедные смотрят ищет хозяина а не может найти туда сюда туда сюда неужели потерялась а надо же а не дворняга какая-то породистая прям прям видно что по сторонам туда сюда туда сюда ищет ищет прямо как бы нашлась то а бежала куда то ну все 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 нашлась женщина все ой довольная счастливая вот и хозяин все счастья нет предела я думаю что набегает из магазина а не в других магазинах были в Москве нет не министерство культуры это министерство торговой это мэрия тири 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 сейчас снимем контент уважаемые дамы и господа я рад вас приветствовать на этой красивой кухне у моей любимой кузины ты чувствуешь ты понял вообще сила вообще любви сила любви понимаешь куранты бьют в честь твоего прихода меня уже замучили все все время спрашивают ну где тео мать ну видишь какое то такое тревожное время джазовое Тео так засухарил слегка ну выглядишь потрясающе мmisенька а ты это самое такой куколка Прибавил слегка Слегка прибавил Конечно, но это нормально А ты же мужчина, зима была Сейчас лето будет И все это пописываешь Как она Здравствуйте Мы пошли ходить Я тоже хочу заснять Потому что это что Тут самый знаменитый Ходунок В котором Теона ходила Сколько надо тебе шагов Он же пошагомеровал Он все это решил, что ему нужна кровь из носа 10 тысяч шагов в день А я каждый день 10 тысяч шагов делаю У него трагедия Еще 8 тысяч 10 тысяч знаешь сколько Скажи сколько 8 тысяч шагов Где-то 75-80 минут Да ты что На этой скорости Ты дойдешь после завтра А ну-ка прибавь ему максималочку Пожалуйста Хотя бы 4,5 Не шоркай Хотя бы 4,5 Подожди Если он сейчас упадет Мы его не соберем Если тебе будет тяжело Подожди Чуть поменьше сделать Надо чтоб пятерочку Села Напротив Контролирует Бааа BAAA Без истерик Да ты слишком Ты как будто в туалет Да бомбани, 4-5, я сказала. А что это такое стоило? Не пенсионер, молодой человек, красивый, симпатяка. Простите сил. 10 тысяч, это дохрена, мать. Почему дохрена? Почему дохрена? Потому что, когда ты ходишь по улице, это одно, ты не замечаешь этого времени. А когда вот так вот, в одном месте... Там все направлено, это другая, я собираюсь. Оригинально пошли в гости, кузинь, сто лет не видели. Все, походил? Конечно. Пришли в гости, кузинь. Я 10 тысяч нахожу за максимум за полтора часа, с присядками. Ну, это до улицы, мать, потому что трещишь, не замечаешь. Ты видишь архитектуру нашу прекрасную, понимаешь? Здесь нет. Екатерининский парк мы ходим. Екатерининский парк. Можете, кстати, меня позвать, я с радостью. Да? Я тебя видел, Хизер, недавно. Как видел? Стоящим на этом самом, на переходе. Это был фантом Хизер. Напротив этого самого. Все, закончим. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Очередной момент из будущего влога. Как всегда, нарезанный из кусочков. Снято не за один день. Я на Новом Арбате. Там метро Арбатская. Ресторан Прага. Закрытый, к сожалению. Вон кусочек его торчит. Вообще, у меня с Арбатом связана моя, можно сказать, молодость. И я вам сейчас покажу. Я уже много раз рассказывал, где я работал, но я никогда не показывал. На самом деле, там этого места уже нет, но просто покажу. Вот ресторан Жигули. И вот сейчас я перейду через переход. И вот туда вот спустимся на Старый Арбат. И покажу. Кстати, кто знает, что вот в эти вот книжки, в какой-то из них, вот по-моему, в той, сделали ремонты. И там теперь квартиры. Люди живут, встают. Они такие, типа, апартаменты. Очень, кстати, приличные квартиры. С большими окнами, с потолками. Вот, наверное, вот здесь. Ну, пойдем туда. Так, вот, Жигули у нас позади. Вот здесь, кстати, какой-то красивый, очень грузинский ресторан. В наше время его не было. В наше время это 99-2000 год. Вроде бы его не было, не знаю. А вот здесь на углу, вот, который сейчас аренды, здесь был магазин Союз, по-моему. Помните, такой там всякие диски, видео, аудио, всякая аппаратура была. Вот прямо на углу. Так, вот здесь вот, где вьетнамское написано напротив, здесь было, или не вот здесь, или вот здесь вот, где вот красная вывеска, это был этот антикварный магазин. И они все хозяева ходили к нам. Ну, собственно говоря, вот это вот здание, оно сохранилось практически в том виде, что и при нас, сколько это получается, 23 года назад. Вот это вообще украинский центр деловой какой-то, не знаю, как сейчас, но был. Вот это все здание. И вот два входа. Вот здесь был вход в ресторан Гетьман, а вот здесь вход был в кафе Ерь или Ярь, не помню. А вот здесь, кстати, была у нас веранда, вот прямо вот до вот этих столбов веранда была вот здесь. Вот так это все, вот это крыльцо прямо, оно и так сохранилось. Вот здесь, и там был спуск вниз, лестница. Она и сейчас, кстати, есть, и она даже, по-моему, точно такая же. Это были мои два счастливых года. Вот здесь вот проработали мы. А, нет, ошибаюсь, антикварный. Вот он так и остался. Представляете? Помню, очень хорошо хозяев такие были. Серьезные мужчины у нас все время сидели вот здесь. Так, музыка, прекрати играть. Поэтому для меня Арбат это прям воспоминание. Очень ностальгически. Как у тех людей, кто учился в студенческие годы, а у меня вот официантские годы. Вот такой вот факт, который я много раз рассказывал. И вот это вот здесь находится. Даже не знаю, что. Бары не работают уже там. А само этот центр, не знаю. Наверное, уже нету. Ой, какое солнце, друзья. То дождь, то солнце. Это уже, я не знаю, какой день я снимаю этот влог. Но я хочу вам сразу сказать. Я знаю, что вы сейчас напишите. Почему так было мало и то он. Почему? Сразу отвечаю. Друзья, мы редко видимся. Тем более, мы пришли с Хизрия. Мы хотим просто пообщаться. Мы хотим просто посидеть, поболтать. О чем-то поговорить. Повспоминать. Посмеяться. И лезть со своей камерой постоянно. Я уже просто, мне вот уже, я не знаю, мне неудобно. Я считаю, что это неправильно и некрасиво. Поэтому уж извините. Снял как мог. Когда-нибудь, может быть, будет прямой эфир. Но я как бы уже много раз отвечал на этот вопрос. Поэтому спасибо всем. Всех обнял, приподнял, поцеловал. Все сделал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok